прошел снег и сейчас видно очень классно 4 реактор тот самый конфанген супер сус хватит кидать страйки с и конфанген арка все думаешь тоннель прямо под него идут затопленный да да мы сейчас разведом вот смотри вещь там какие-то коммуникации вот мы хуже отсюда увидим вот под ними прям идет тоннель до арку открытого раствору пацаны он левее мы увидим и оттуда по он идет уши взлетом от на три вечном какие так вот мы хуже отсюда увидим вот под ними прям идет тоннель до арку открытого растворят устройство в она чуть чуть левее мариле он идет уже прям почти 20 энергоблок это специальный тоннель там сигнальные кабеля были не силовые но он чуть-чуть затоплен Сука, ну нахуя эти скримерные вставки Ну вот это выглядит круто Блять, а почему вот они брали дрон И они его в поле запускали Вот здесь бы дрон запустить Ну прикиньте, пролететь вон там Над тем ангаром, блоком Энергия, вот это же вроде он, саркофаг Потом вот Залететь, посмотреть на этот кран Ну да, это саркофаг, да? Мы в прошлый раз здесь были Разведали с этим самодельным аквалангом И точно по схемам знаем, что именно здесь Вход в тот самый секретный тоннель А еще там есть подозрение, что там есть Ну он видимо охуительно секретный раз Вы, блять, про него знаете Бункер под реактором И вообще неизвестно, что там, надо разведать Поэтому идем разведывать, рубаем прорубь Запускаем коптер под воду Тот тоннель по четвертый? Да Интересно, а потом после этого его нельзя же будет трогать Лучше флешку достать, блять, все остальное выкинуть Да не там же, стой, стой, стой Не блять Давай точку запуска Не надо бить, потому что будет мокро Мы сейчас неправильно пробьем Мы зальем водой все И нам будет сложно очень работать Веса для запуска идеальна Это вот здесь вот Вот здесь? Да, мы отсюда вам можем туда вниз запустить Слушайте, ну тут как будто прям шрамы на воде остались Как у меня на руке, блять С момента последней долбежки Нихуёно Чуть глубже? Может там, можно вот здесь вот А, смотри, вон минус 6 Это что значит? Это значит, что следующий этаж тут целый Это мой уровень этаж затоплены На самый потолок Сейчас мы туда запустим коптер Посмотрим, что там происходит Вот, друзья, кто помнит, кто не помнит Вниз, под туда уходит еще один лестничный марш Вот, смотрите, лестница Лестница на второй Лестница Нормально Ну что, кормят? Спокой Все, слушай Опа, Никит А какая глупость Слушай, она сюда пошла Вот этим Блин, иди Надо со злостью Со злостью, ну комрад, ну еба Ну что это такое? Ты в Майнкрафт играл хоть раз, блять? Что вот это вот? Комрад добрый, не будет освещен А как по физике, если мы сделаем ополомку Она может трещину дать на нас? Что такое ополомка? На нас трещины точно не будет, мы безопасны Да ты не допьешься, у нас тут Блин, комрад с ума сошел Это, ну, не сейчас, вообще-то Я, ну, если бы комрад не сошел бы с ума Я бы, может быть, с меньшим энтузиастом Смотрел бы ролики креосаны Это уже давно, я наблюдаю Это жесть какая-то, это вообще Что это вообще происходит? Разве так можно? Так бей в одном месте Это нормально вообще? На ютубе нет стрима, потому что Криосан и Супер Сус до сих пор Не кидают блокировки Прыгай, ты видишь, оно дышит, прыгай, прыгай Вибрирует лёд, я же тебе говорю, вибрирует Лёд вверх не исходит Прикольно Каким-то не прыгаем, лёд расшатывается Прикольно Всё О, там ничего По шею попал Снимаешь? Так, ну Время Следующий снимаешь И Супер Сус это наберёт Он ты хотел померять Я померял Пять молотков По шею Пять молотков Пять молотков Пять молотков Он забил молотков Хорош, хорошо Это нормально антиботов Зачем он забил молотков? Оставил бы лучше 3 нот Вот, собственно, коптер Это особый подводный квадрокоптер или дрон Его используют спецслужбы Изобретение самим криосаном, блядь Ныряльщики, аквалангисты ищут трупов под водой Чем мы сегодня и займёмся Потому что с ним очень удобно Он, короче, вообще может всплывать, погружаться, наклониться так, 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 как угодно Сейчас мы к нему привяжем ещё дополнительную камеру, гоупрошку и фонарь А у него же тогда обтекаемость будет другая И, может, он хуже станет плавать Его закручивать, может быть, будет Потому что сопротивление будет только сверху Чтоб вообще всё было видно хорошо И запустим на тот самый этаж Я думаю, на тот сверху Саша, где взял-то? Что вот это? Сам спаял, что не видишь, он значок Где взял, сам спаял, да Друзья, такой дрон, как у нас, для ныряния в Припяти В магазинах стоит очень дорого Но что делать, если понырять охота, а переплачивать нет? Ну, для этого у нас есть Алиэкспресс Ссылка в описании Видели такие фонарики? Это новый Феникс, новейший, только появился Он очень сложно включается, зажимаете один раз длинно И три раза коротко Всё, нахуя? Очень яркий С вибрацией С вибратором, с красным и зелёным светом Можно вопрос просто, зачем? Суперсуса зажигаются даже под атомным реактором У меня был знакомый, который, блять, реально спичку обычную Мог зажечь об что угодно И горят под водой Будем греться Пацаны, что интересно, здесь сохранился наш шлем, он год пролежал А уже год с тех пор прошел А знаешь, почему он сохранился? Потому что тут очень большая радиация, сюда не ходят ни мародер, ни сталкеры в данный момент В камере специально сзади этого обычного упрошка привязываю компенсатор плавучести Так она будет всплывать и держаться на одном уровне Я специально в планетазе испытал Она не тонет, а держится на определенном уровне Где испытал? Понятно Серьезно? Ну, больше не я, что было погрузить Тут, ладно, видишь, у него дышло есть, ребята Дышло, сбоку дышло, главное его не закрыть, потому что он задохнется, под водой не будет плыть А ты не чистил лопасти с нашего теста? Чистил, да, они были, кстати, заклиняны, там куча песка было Мы делали тест на озере возле дома, и коптер забился водорослями за 3 минуты Прикол Потому что наши озера очень грязные оказались для него Надо чистить Ты видишь, Сташа? Если у меня такой вопрос, мы его веревкой как-то будем страховать? Обязательно У меня есть веревка, которая выдерживает до 200 кг, потому что вдруг его там сом Обязательно, потому что выйдет Интересно, там реально можно каких-то животных увидеть? Дышло, главное, дышло открыто Потому что он не сможет тогда забирать воздух Жабры вот эти, видите, вот у него жабры есть Если их закрыть, он не сможет балансировать без них Ничего себе Они нужны для плавучести отрицательной Отрицательной А когда у тебя парашу улетит? У тебя что там Блин, кстати, скотч какой крутой, нихуя себе А ну-ка, дай-ка криосант посмотреть Пацаны Скотч, камрада, нихуя Ладно, криосант забирай, может тебе понадобится Криосантские туалеты, мне там Или у тебя возитная яма Биде Там биде Там есть унитаз нормальный Рядом биде Я его использую как ведро для мойки пола Набираю Там у него воды и в нем тряпку мою А яйца не варишь? Не, а что в нем делать биде? Зачем его сделать? Можно ему вину заварить? Он сделал там, чтоб жопу мыть Вообще, оказалось то, что не жопу в нем мыть, а женские писи в нем моются Кстати, интересный факт К certo Компенсатор в плавучесте в норме Ну все так, фонари Дышно нормально, Саша Смотрите как он хитро устроен У него два компенсатора здесь Это чтобы погружаться и тут два таких мощных пропеллер кстати вот попробуй пальчиком как он крутится сексуально ты чувствуешь это молитв на воду чувствуешь полно запах черка 6 беды такой хокста прямо засунем а ну поля как классно это такие илон маск на марсе до использует да это наши фирменные фонари спонсорские феникс пацаны все покупайте феникс двадцать втором году вышла прийти свежайший ребят решающий нас сразу прислали там и на виткин и сразу присутствует ребят мы очень переживаю чтобы все было четко самоладо саша бот не застрял ни за что кстати то еще один важный момент мы будем стараться максимально плавно плыть чтобы ни за что не зацепиться если вдруг зацепит блять но мне кажется и у поднимется и просто из-за того что пропеллеры крутятся они ну дуновение воды создают вот как будто ветер дует и пыль под ним надо нет не паниковать не дергать за двойку типа надо аккуратненько разворачивать смотреть за что он зацепился и выпутывать сами уже кофта также под водой вот такие самые поручни тоже идут а ты же видел видео номер один у нас разведать этот ящик задачи номер два спустила ровно этаж не суд диму частым пока на этаж ниже и проверить если там такая дверь или нету и вообще что там находится три осады может там какие-то звери живут под водой лазила на дне жестко вот такая жестко жестко она прям к панцирная там такой звук был как будто унитаз смывается и такой зверюла вылезла там форме этого ребят а вот это вай фай надо плотно держать в руках не плат не опускать его в воду потому что он уплывет под воду все коптер мы не спасем может засосать туда рыба один человек будет стоять на этом буйке аккуратно разматывать вот это на спасательный трост не края себя привяжу коптер чтобы мы у не потеряны они так вроде коров коротковатая линия не так трос спасатель или по тросу идет сигнал это и другое одновременно сколько 100 метров один ну может и 100 но нам хватит конечно метров надеюсь такой коннектор прям в попке смотри вставляем сейчас я извиняюсь попки смотри вставляем и закручиваем так и задумано он загрузился надо коннектиться теперь мне надо четыре человека она себе копир запускается с помощью четырех мне надо помощь бода этот провод смотри его надо будет по чуть-чуть отпускать чтобы он не запутался держись внизу я ответственный человек я могу держать будет у тебя будет другая задача не знаю нормально так нет не поделивать залезть туда под лестницу и мощным панарем фениксом просвечивать прикол пропели моторчики значит порядке пропели моторчик до подключаемся после этого заходим специальное приложение пропели моторчик да ты слышал сколько это тысяч пять долларов стоит довольно дорогой да к несчастью хорош хорошее качество телефон я запускаю запись на него мы и в камеру пишут и одновременно буду писать телефоном опись пошла два нижних феникса я активировал все это последние секунды коптер надеюсь мы останем живым из этого жуткого подвала да 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 очистим протели моторчики самый ответственный момент чтобы он ни за что не запутался на дому пробить подлет вначале лучше паровая потрогая вот он выходит воздух в это очень холодно ну что ребят погнали давай кончай борис а зачем вторая камера я не покупаю чтобы типа может быть получше качество или на всякий случай что-то он не может он что-то не может мне кажется его это камера губ рожка там плавник и она все-таки его высасывает наверх у него спамы что даму толкану куда ну-ка толкани к его дам в чем дело почему-то он слава чисто в свободу лед попал мне может быть губка на камере мешает не пошел вниз надо под суса ты можешь туда кабеля больше чуть запустить что-то он не идет что-то он под застрял блин у них у яси стой стой камрад чего надо вот туда под сусом под суса составляем под сусом не доставай что тихо 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 стой 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 ланас ориентироваться чтобы не заблудить тот где мы сейчас саша здесь самая опасная . потому что здесь поручень я понял идеале там левее вдоль стенки иксуса вот что-то с ним происходит что-то он кувыркается а ты его тестировал с буфером с буфером ты бишь маленькая там сильно не потестируешь давай саш чувствую все пошел пошел и вот что мы видим смотри я не пойму куда он направлен все все вот вот коптер вот двигается под тимона я потихонечку буду заходить смотрите вот вот под нами лево и прямо чтобы поручень не запутаться налево и прямо и до упора прямо вы найдем ящик глянь он прям реально поворачивается вот он живой пошла электроника он вообще сейчас круто управлять разобрался с управлением да да я уже коптер потерял из виду влево окей но хотелось бы как-то более понятная но она и на по-другому вообще никак вот он чудо ящик прикол и вообще качество тупого я слышу это такое как у нет блин грел крутые кадры вот давайте забуду плавно разворачивать спускаться прям по ступенькам нам главное не дезориентироваться ребят что-то его закрутил а вот они обрываются куда вы уже невозможно было добраться получается больше тридцати лет стояли эти подвалы затоплены вот она вот она чуть-чуть прямо а это вода сразу поднялась или постепенно когда выключили насосы пропала электричество за животное я не знаю что провода какие-то на дне да когда часа чуть-чуть подниму его из какой-то среди давай посмотрим вот это да они это лестница по которым мы шли вот лестница смога да 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 сейчас вверху ящик сейчас давай на ящик ящика на гонок ящика не на ящик вниз просто свете вот о чем я говорю чуть-чуть выше поднимаемся калка поднял до беды пошло вот мы и назад он не очень послушный это стенка противоположная давай смотримся вниз посмотрим чему я непонятно одета в дуракутска так даже не скажется что она вот сейчас под водой там было он сейчас ровно под нами отлично для лучи иду свет давайте по центре что-то я до сих пор не увидел ни одного кадра с gopro которые туда представлены что мне кажется что там квадрокоптер это и останется идем в дверь в эту секретную по чуть-чуть поворачиваю право короче смотрите пацаны мы спустились на один этаж где где мы спастились на один этаж вниз и ровно под нами где-то вот там прямо под нами он плавает это низко про там вот армарка конкретной плавающий наш вот так вот прямо и там хрен пойми что но полостью затоплен уже бога лет комнату это кончится с течением уносит течение как в этом течение ты знаешь там люди чанра шурина я дичем подвязаны провода какие-то ну точно цепляется вы что-то не пускай да да гонила подернуть чуточек на потому что и на изгибах на всех трение провода появляется давай так что если эти новых посол пошел так его возвращаешь или что мне нет я не напыдаю дальше проплыть но выдержит провод товарищ очень очень интересно он за что-то зацепился мы неправильно мы смотри проплыли прямо направо-назад а сейчас вот так вот за перила полностью перейти там линчо сделать черта этого не додумались а лед далеко до лед далеко очень и завяжешь узел тогда и самота еще с этот короче очень сложно управлять потому что он тупо держится трогин может действительно от вашего упроху и без нее давай попробую вернуть и без упрохи реально да да давай давай ну чё операция по спасению возвращаем его я провожу на плакарту рисовать они опомнился за чемника так важно как провод то не зря желтый можно попытаться нормально ли мы на смотри вот она лестница при поливании вот перелось меня не довернуться домой вот он вот он ящик можно ящики я понимаю какая-то прикольно прикольно реально дом или генератор да вот что вот это такой ребят прокомментировать вот что мы нашли там под водой что это давайте вверх чуть-чуть смотри какой короче самая сложность управления дрона под водой это то что цепляется под полом наш что это что это нашла чем там ушел под воду уплыли на прошлый просто это ты зашвырнул да лег молодец высший дрончик возвращаем вот она ступенька так вверх не завяжется ли так если вот сейчас они здесь уже можно просто заберу стащить нас у нас это тащить прикольно я лицо что-то покажу я бы еще хотел чтобы они проплыли вот в ту комнату просто подо льдом вот в ту комнату где вырубать лёд гладенько там это ты сделаем это что-то выше запустим до доставать вопрос к на месте да ребята на месте рыба моей а если его померить теперь пускай чуть-чуть водичка стечет сейчас мы отцепим наш угол проку потому что это подозрение что занесли а смотри лед забился пропеллер это только шоу ну а пока наш подводный дрон заряжается мы отправляемся на поиски раз затерянной дрезины да здесь на реакторе спрятана дрезина и начнем мы все это дело с чайка на наши супер-пупер электростанции это чай-пуэр настоящий китайский очень крепкий и очень крепкий ну на норме и шоколадку комплекте да чоколадка чайник полный саша ты его 50 километров нёс через лес да прикинь реально ради того чтобы выпить пуэр на но не только мы еще и будем заряжать коптер будем лодку надувать на безопасность пока нет очень не хотелось бы там крякнуть пойдет под милает а чё он должен пойти по леду пучка если по уму сидевать не пойдешь не подмена насчет вещать прежде чем ты туда уйдешь пищать хотеть надо не стоя на пузе повозить на коньках не хочется смотрите я взял военный термопакет открываю его он должен нагреваться до 70 градусов держать эту температуру 5-8 часов это греть тело человеческое он разрывает там должен быть не мне кажется ложки можно аккумуляторы положить можно за пазуху закинуть это я смотрел хорошо потрусить ладно очень хорошо потрусить и он нагреется где-то минут через двадцать 10 лодный как лед мне надо чтобы кислород пошел да да кислород входит в реакцию все и будем им греться нашу ребят мы пока заряжаем шишки шоу смотрю что надо заливать это где должна быть секретная вагонетка вагонетка по рельсам посмотрите телезрители варвары спускали краденый металл по ступеням а да и откалывался прикол лопался просто бетон под варвар целыми кусками гляньте это как надо было фигачить что они там спускают а что это такое бульбаш сюся слышно дозиметр зашкаливает прям пищи ну ладно тогда идем дальше так много странно что-то наговарно не должно быть меньше и это очень много 400 посмотрите ребят уже не побиты смотри люк люк на крышу выход смотри это уже 17 3 высота 17 на 17 почему тут вообще пусто вот куда они сейчас зашли вообще типа ничего не было еще ребят выходим мы на крышу нашли выход наконец-то с этого реактора сейчас мы вам покажем как это видно 4 на работе че там есть там ведь чекарная же вижу кран три над нами это очень из них идет посмотри глядит а там бомба пока друзья заряжается у нас подводная камера подводный дрон мы сейчас ходим в горячую зону вам покажем то есть это прямо над самим реактором находилась но вы сейчас увидите там такая термозащита классно на стенках осталось баллоны всякие остались ну короче жизнь то есть там где самая сильная должна быть опасная радиация вот и мы сейчас туда пойдем лизать сосульки как раз сейчас мы туда двигаемся это опаснее чем беды все полетели кто-то сказал это великолепно это очень то чтобы крыша только не провалилась мне не провалится сейчас выглядит как будто не крыша мобильская зона отчуждения это просто что-то невероятное просто обратите внимание на эту красоту я зона отчуждения но стоило каждого усилия каждого градуса такое чувство то что она они на земле вылезли из бункера подземного они не на крышу фолкан файмин а вы тут катались бону да не так катались а может покататься тупо к точке стулья реально же можно покататься я бы не трогал будет можно это двойного назначения патрона ё-моё ребят круто это тут нести на вылезли на крышу атомного реактора словно попали какую-то снежную пустыню это хуйню трогать железную ребята это вообще законно шуму делаем но ваше нахождение здесь уже не заход вон уши в кран не отломался ты видел сус это законно вообще он творит да он сумасшедший бон а что ты делаешь весна это хуйня кран когда-нибудь ёбнется нормально прикольно гляньте какая высота охуеть он не упадет кран на нас как вам такое кататься на экране реакторе зимой блин ну такой лечо гля мы не знали этого секретного выхода получается а где горячая зона там где-то она там где-то горячая активная зона он а что ты творишь жесткий портун а ты раскачиваешь ё-моё вы такое видели ребята держись только крепко блин красиво по кругу по воде камеркой капеец не но красиво не стремно красиво красиво это же еще скажешь нормально я такое очень подоблю а теоретически как-то этот кран можно завести если генераторы притащить и все такое пацаны очень холодно честно февральские морозы вошли в припять вообще для нас такие морозы не свойственны для нашего региона приходится быстро шевелиться действовать что-то делать потому что руки замерзают вообще мгновенно одна из самых жестких наших экспедиций уже дома не сидится вот приехали показать вам всю движуху щас пойдем запускать коптер соли шуту плечицу в подвалах вот звук прикола блин кайф выглядит топово они реально залудов постапокалиптики находятся смотришь где показать это место есть постапокалиптики актер сразу дозиметр растет я как круто я плавали вот на венеции вот тут вот тут ага радишь прям вон там вот слышишь вот это вон арка прям перед нами я бы хотел бы но это дорого очень чтобы криосан ебейшие вот такой объектив купил который на 50 километров вперед увеличивает и с него бы поснимал вот сюда бы залез и с него бы поснимал бы всякие объекта арка видно вам очень а что-то за трубу видишь какие-то вот установлен это же лебеди в черную плавали внизу помнишь ему это что самое место где кран рухнувший вон он рухнувший кран лежит далее ну еще с погодкой не повезло то что она такая туманная но теперь сверху обошли там он лодки паре нарисовка маленькая сегодня ты там бензопилой суса наказал внизу как раз падут этим кранов очень круто сна потом выкинуть из-за радиации да не взять в аренду потом вернуть его кто будет счета конфантин так будет 4 на открытая раскрытие распределительное устройство перед ним я вижу высоковольтные провода вот гул его слышно работает работает ребят работает прикол а нахуй они там работают интересные сусанин на кране это что новая поза это делаешь такое такое такое-то гнира полезненько я такой-то на зернальные создали что для настоящих мужчин блять слушайте один такой момент на зале до железа же я насколько понимаю хранит радиацию в себе ладно там ты типа в обуви на толстые подожжи на этом катаешься на руками берешься но садится телом и тем более гениталиями дотрагиваться считайте блять вплотную это мне кажется уже все для настоящих мужчин он в активно зону как жопы будет реально этим к левом смысле и пуху хотя мы вам заходили не через консиль на понела очень там должен быть внутри углы попадем раз превышаю такие ну нормально это наш это наша доза и жизнь вуду вы там чай пили что ли мы там катались где-то час где в активной зоне мышь металл разгружали сбрасывали это выше мародера не параля ради ну молодцы она же горячую я не помню мы либо выходили тогда внутрь надо зайти ну что ребят бегаем ищем пытаемся найти ту самую вагонетку давай мне вагонетку что такое кара все мин николай приходил это контакторы с ролей электрических с них срубовали вот эти вот контакты вот вот эти вот на них потому что содержатся какие-то такие солиданные и отсюда наверно очень серебра нарубали может целая ведро и вывезли радиоактивное серебро серебро 400 гривен за грамм рискова 400 где-то получал алиса 400 гривен в рубли 1071 рубль 32 копейки если ведро то это килограмм 10 радиоактивное серебро пошло каким-то женщинкам киевского решения прикинь на переплавили как думаешь тут убивали за металл всяко может быть вообще зоне страшные вещи происходят тут работают зэки в основном вот этим всем занимаются те кто сидели на зоне раньше нет такие вещи творят ребят вам лучше этого не знать я бы хотел бы наоборот ого что это за гниль это тот смотри там рельсы внизу где мы ныряли только что опускались коптер опускали вот такая ситуация ой блин вероятность я бы меня страшно было по такой хуже ходить но это реально страшно пациенту вот такая ситуация ой блин вероятность штаны расстегнулись вот такая ситуация дальше уже неважно угляй тут трансформатор не размотаны для сколько намоток ты видал можно с хочу не размотали смотри вот этому место нашли да че-то будка еще одна будка до от учетки смотри смотри что это такое чему уют м м шаг для опять это странный проход ё-моё-мое место звуки охуяные добавляет спасибо коврадик нравится тебе радиоактивная помойка помойка смотри вот это вообще а вот арена видишь 60 а саша что такое ару 50 открыто распредустройство это называет заходи что такое смотрите а она сверканье фонарем большим я страшная хуйня просто пусто пустой ангаров размером в три этажа вот просто открываешь дверь блять и у тебя перед тобой три этажа нахуя это существует вообще это ну реально просто разработчики этого уровня но вы тут решили сложать так если по но не было бы затоплено там больше трех этажей бы был поглядь и посмотри в реально чанку далили вверх глядь там нихуясь это это взлет на это для ракеты коридор все бесконечно не вижу верхушку что это активная зона нет это не активно зона о пока он туда проник мы сейчас это скинем супер суша что ребят мы начали короче такую балдень сейчас я будем запускать мне кажется ничего не будет вот если понял он такой острый вот ровно кинули то может быть не пробил алюла как суша можно лед выйти но не проломит попробовать посмотри глубина какая там перила как глубоко уходит и видишь друзья мы кидаем не для баловства для научного эксперимента да это правда определить крепость льда этот ребят это пипец ночь не трещит попрыгай до потку сетом вот там попрыгай у нет и попрыгай попрыгай вообще мимо даже очень такое чувство что вибрация прям по льду создавалась смотрите вот когда он когда он ударяет вот он прям ледка будто ну по фонарю понятно а нет это у него одна голове фонарь вообще мега прочный это под низом что радиация сидит да ты видел там что-то под низом прям какие-то балки я вижу там очень большая глубина сильно затоплена блин пипец и санин там влазит ну и чё лёд защитит нас от радиации так что дальше куда двигаться на вагонетку погнали где-то она тут рядом наде ладно если лёд защитит что такое было стояла гермодверь и у тут тут на вот таких вот салазках вверх-вниз ходил лифты стержни поддавались в активную зону вот ничего себе думаешь мешалось да и вот оно так замерло и уже не двигается прикол а я знаю это место это деборбан сепараторы стояли эти круги вон круги слева ты видишь вон они пипец это очень опасное место это очень опасное место поэтому пойдем прям туда и попрыгаем на раздолбанном мосту да абсолютно нет да мне похуй вообще блин полин криповенька крипально вообще ребят я не знаю тут такие проходы тут просто без нарядом и снег все то есть они туда собрались на из-за вас так и в облазь аккуратно тут надо над пропастью карабкаться глядь посмотри как они стол сядут и то что нам сюда здесь нет страшное ребят смотрите это тот самый транспортный коридор и мы над ним сейчас лезем это какой-то вообще безумие я не знаю как это комитет там ничего не понятно дверь снята куча железа он еще одна двери еще мародеры пилят стекловато какая-то это специальная короче термо термо штука видишь тоже приготовили унести она дорогая понял забирай полочек едут и белый полотки на зоне таких миллион заставляет охранительные жидкостные я не знаю что такой футуристичный баллон или очень крутой футуристичный или нет а что он делает зачем рестичны если кто не в курсе у это токовый трансформатор в делах только нашли это для стержней нет это одевается на провод вот сюда плотнут и просовываются и меряет какой в нем ток силу тока нем кстати медь но и все это не разбили вот смотри даже правда вас его натянуть на провод подземелье можно снимать электричество с любого провода на тело не натянешь все комедии он видишь не разрушается сколько леди 100 килограмм сколько да нет железо не бывает да я вот тоже думаю почему они ни разу не наткнулись еще на ну по-любому кто-то когда-то здесь ёбнулся и умер типаж ходил один или чё нить еще или убили ну по-любому блять ну почему ни разу никто ничего не нашел красил тут гулять ребята тут столько зарыто денег тут столько залито бабла смотрите столько разворовано все разворовано а тут по сути музей времени на самом деле это самые ценные для какие-то баклуши друзья нормально гуляем вообще класс и надеюсь сейчас комрады тут же нельзя по оторвет на его припьет ладно шучу мы классно гуляем в чернобыльской зоне пошла 5 отчуждения 4 реактора комрадовского я комрадовский реактор подожди вот эту шарю что это такое вроде не по-моему рельсы пропускают через это так она активизируетесь бы сейчас оплыть всем сделаю требуется активная зона давайте и вагонетка и идем дальше ныряйте подвалы соберись камбрат что не впустил потерял где находится тут радиация застегни о порядок теперь безопасность не тебе сейчас как застегнул все как завяжу пусть все потом я за тебя отвечать буду радиации видел сколько 130 все хватит кончай борис кончай сейчас живы видишь меня будет до большая слезы нарисуйте мне такую картину авторитет ребят мы нашли кажется самара дикте на место здесь выжигали кабели спустись на шкурки мы их не могли туда найти сейчас нашли случайно мне ниже ниже надо штуки ниже смотри все обгоревшие часто радиации так как он вот 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 обжигали а зачем обжигали ниже ниже там в руки будут вот тут уже пищи зашкаливает счетчик давайте пойдем дальше дошли до шкурок не выключай пока дозиметр сама жизнь будет на это шли же он все сел а сейчас я сделаю настройку тут все черное все стены черные а почему почему обжигали что это дает было вырезанное оправдание от суперсуса а мне он а мне он где же они они здесь близко пошли скорее пушку у кого у тебя дозиме дай померя быстренько пока не думаю 49 50 чё нормально стены были что ли в металле обшить вот я не дозиметр тут классно фонит классно фонит пойдем облизнял там фонит люто я только что замерил ребят дайте не скорее дозиметра твой будет пальцем наку переводи сразу же уже требуется за покажу где поливи киртого места на что тут все черное здесь выпаливали кабеля да да я щас покажу тех выпаливали скорее скорее патрики зацените как мрачно выглядит коридор все прокопченное представьте какое стояло плаве что 7 этажей мы уже идем все насквозь прочерневшие вот эта кровать на которой выпаливали из понисти близко дозик туда пипец уже близко туда подноси прям к зале сколько за все за шкал ушел 1007 тысяч его мою это милизер ты перевел до петта там много очень матери даже этот дозик смотри он он только по вами реагирует я подношу смотри чтоб сразу происходит на 200 есть 230 240 250 260 но до гамма в основу тут альпов они это халк я ну если вы не понимаете да я разбираюсь просто гамма это халк я стал очень здесь выпаливали медный шнур это эти свиньи которые металл пилят сделали а сколько они могли прожить после такого пару дней не больше двух недель и поэтому мы тоже пойдем туда да там челы которые сюда спускаются проживают не больше двух недель ну ладно пойдем глянем тогда здесь вот они это кабели ворованные медные кабеля именно из под реактора блин сколько 32000 до 32000 это пипец ребята это пипец саша то зачем ты туда лезешь смотри а у меня папа вами 230 240 питали активную зону это по ходу 100 тоннеля вытащили кабель и не знаю чего не питали но надо отсюда ходить погнали сюда куда нам идти бону надо быстро покинуть это место сюда и по я у нас что сказка врат про людей которые так это промышляли да это вообще за три копейки вот это вот обжигать и вообще погнали для тебя лучше интервью жить выше да ну это самоудийцы реально фонарку алёк очень сильно пони здесь 250 а вот еще шкурки своих каких-то костюмов но не может же быть такое шучал сюда приходит и на время понимает что ему осталось жить месяц и и перед металл эта штука пока он не сдох вы то были вроде бы но может и нет они тоже понятлю то это доставать буду точно не были надо быстро уходить нельзя то есть какая-то штука которая высасывает радиацию из вещей ну типа хотя бы в два раза меньше срок радиоактивности понижая там или чем так что мы не туда вышли прикольный присед и ну и 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 выглядят не очень выглядит реально страшно видимо вот эти вот железные все хрень и спили установлен реактор вот это его основание здесь заделы под трубопроводы для питания реактора если посмотреть снизу вверх его высота именно реактора около метров 30-40 то есть это самое сердце да его туда были стержни графитовые мы находимся снизу а вот верху находится активно то есть на этот крест графитовые стержни упирались упирался огромный корпус реактора внутри были те самые стержни верху была крышка реактора даже квадратики которыми регулировали подымали опускали вот она находилась сверху крышка реактора это тоже научный эксперимент это друзья герма дверь видите какой-то прикол и этой щука вот за такой бабулька в больницах яички отдавлю и они крутятся не то она горжавая маленькой двери они в этом а то видите очень высокая температура была до хочу реактор за это стеной был ребят да им вообще пуху реально абсолютно сделаем из покажу ребят мы искали искали щел блять вот ты попался вообще-то в третьем сезоне чая взорвалась моли мы найти не вагонетку неактивно зону к несчастью сегодня поэтому мы сейчас идем в подвал лезть по льду смотреть куда уводит этот лёд вот опять эти шкурки о чем мы таким путем дебильным ходим шкурки эти шкурки это все обгоревшие кровать смерти вот так она выглядит ребят прикиньте но это безумие вот это вот это зала невероятно сильно фонит и тут она воздухе летать вы видите пыль мы сразу выходим в транспортный коридор переговаривался военные ходят военные спойлер поймали короче ребят мы супер профессионально подготовились и возьмите шуму из янекса когда будут за нами гнаться военные мы уедем от них на роликах мы взяли ролики для того чтобы ворваться в этот подземный тоннель для того чтобы быстро передвигаться если там будет лед а там лед будет то у нас еще есть коньки они так вас накатаются на верху мы видели охрана одеваем идем да идем все готово не здорово боюсь девайка хочу ты не зашнуровывая и вот у меня ботиночки я моя шутка за маска такая гдр смотри пдр до made in гармонии это секунда что ли и очень теплый класс что у тебя за маска такая шлем это что такое сейчас полиция не узнала если что ой мама родная надо туда мотор ой мама что это спереди есть так ты можешь потолками отцелкиваться заточены такие острые зачем я не очень острые отрезать так ты может и лунку продолбишь ими раскрутиться просверлить но я думаю ты самый быстрый будешь ты быстро долетишь до самого конца это пипка вообще прям ну что это за пипка такая что это за ролики где ты взял сколько им лет штурмовать замерзшие подвалы мы инвентировали наш спорт инвентарь алексей прошу все я готов а если сейчас так вот сейчас поймают и и будут задерживать а камрад скажет извините можете мне пока не задерживать еще с ролики сниму самый удобный способ форсировать подвалы чернобыля я не знаю по моему они женские я так и знал шо сука они женские ладно смотри реально лучше начал плавать это это крутой был ролик крутой такой вот именно ну заныривание ничего не показала но вот как будто с ними побывал вот как будто просто с друзьями пошел по отдыхал в этом вот в этом во всем фляксе вот как шо все чики бомбала его на